Всем привет! И мы играем партию с гроссмейстером из Германии Георгом Майером. Это вторая моя партия с ним сегодня. Первую я ему проиграл. И сейчас хочу взять реванш белым цветом. Он играет новоиндийские построения. И сбивает слоном на f3, пытаясь создать мне, наверное, изолятор на d4. Скорее всего, скоро последует ход d5. Я постараюсь, может быть, даже сыграть c5. То есть, чтобы мой изолятор не был так заметен и не стал объектом для атаки. Пока сделаю рокировку. d6, f4, например. Конь f3. И ладья e1. В общем-то, заканчиваю развитие. Конечно, мне не очень нравится, что немножко порванная пешечная структура. fd2 пока. b3. И переведу, наверное, ферзя на b2. Не знаю пока, какой нужно здесь выбрать план. Возможно, конь d2, конь e4 подразменяться немного. c5 играет. Георг. Ну, я сыграю конь e4. Может быть, мой план будет заключаться в давлении на пешку d6. Хочет a4 я. Предупрежу эту возможность его. И возьму ферзем на d4 пока. Ферзь c5. Ладья d1. Не хочу сдавать линию. Может быть, последует e5 ход. Может быть, f5. Но f5 как-то пешка e6 ослабнет. А гроссмейстер пока что просто держит позицию. Делает полезные ходы всевозможные. Ну, пока что сыграю ладья на c2. Она будет под защитой слона e4. Поэтому не боюсь попасть под связки. Теперь переведу ладью на d2. И уже буду грозить взять ферзь c5 с выигрышем пешки. Забрал. Ладья d7. Так. Перешел в защиту. Наш соперник. Но хочет сыграть d5. И это весьма неприятно. Отстаем немного по времени. А что если рискнуть и сыграть f5? Чтобы сделать изолятор d6 ярко выраженным. И у меня появится полянка на d5. Не знаю, вставать туда сразу или нет. Давайте сразу сыгрю. Слон d5. Может быть, конечно, это было рискованно. Пожертвовал пешку. Но зато теперь... Хочу создать перевес в пространстве. Может быть, удастся что-то придумать. Как на ферзьевом фланге, может быть, на пешку b6, так и на королевском. Посредством h4, например. Пешки черных тоже на белых полях стоят. Это дает нам определенные шансы. Ну, не вижу, если честно, как прорываться. Молодец, c5. Ну, пока что отойду слоном на f3. Так, король пошел. Слон d5. Должен на размин последовать, да. В принципе, вот эти вот четыре пешки, как три мои, так что лишняя пешка черных не ощущается, по сути. И, в принципе, тут, наверное, есть стойка, король e3, король d2. Правда, ладья успевает зайти. Тут уже более неприятно. Наверное, назад ты поторопился с этим ходом. Ладья b5. Ждемся. Теперь, допустим, ладья d3. Не пускаю. Ладью к себе в огород. И также контролирую черного короля, чтобы он через c5 не успел пройти. Ну, и, наверное, эта позиция близко к ничьей уже. Здесь, я думаю, могу спокойно забрать. Он тоже забирает. И h5. Наверное, фиксирую ничью просто. Предлагаю ничью сопернику. Он отказывается. Может быть, хочет флаг мне срубить. Играем аккуратно. Даем ему подойти. Так, а вот он уже пошел меня выигрывать, кстати говоря. Ай-яй-яй-яй-яй, ферзя зимнул. Вот это обидно очень. Да, проиграл, похоже. Успеет тут Георг мне мат поставить, я думаю. Может быть и нет. Нет, не успеет, вы знаете. Ничья все-таки. Повезло. Да. ... Продолжение следует...